Крымская Народная в скобочках Демократическая Республика была одной из множества республик и государственных образований, провозглашенных независимыми в результате революционных событий 1917 года в России. С формированием переходного правительства в Петрограде и свершением царя Николая II начался процесс декларирования автономии регионом России, включая и Крым. Первая попытка берите суверенитета, сколько вы несете. 1 ноября 1917 года была объявлена независимость КНР, дальше буду сокращать ее так, а в феврале 1918 года в Бахчисарае была создана правительственная канцелярия. Однако новое государство не получило признания ни одной из мировых держав. Ее войска попытались взять под контроль весь Крым и в итоге были уничтожены. Что ж, это первый на ютубе и не только большой разбор про данные государств. Почти сразу после отречения царя, что было в марте, в апреле, в городе Симферополь, был созван съезд мусульман Крыма, избравший временный мусульманский исполнительный комитет. Возглавил его только что назначенный этим же съездом на должность муфтия 32-летний богослов, юрист и публицист, уроженец ныне несуществующего села Бьюик-Сунак, близ Джанкоя, Перекопского уезда, Наман-Черебиджи-Хан. А сейчас время для вашей любимой рубрики. Рекламы. История определяет наше настоящее. Причины конфликтов, геополитических противостояний и развития общества кроются далеко в прошлом. 19 век стал переломным моментом в истории России и мира. Отечественная война 1812 года против наполеоновской Франции, которая закончилась победой русских войск и входом в Париж. Восстание декабристов на Сенатской площади в Петербурге. Крымская война 1853-1856 годов. По факту, нулевая мировая. Война между Россией и коалицией государств во главе с Британской, Французской и Османской импирикой. Отмена крепостного права и важнейшие государственные реформы. 19 век, время великих правителей Александр I, Николай I, Александр II, Александр III и выдающихся полководцев Кутузов, Багратион, Барклай-де-Толли, Скобелев и другие. Информацию об этом удивительном времени вы можете найти на канале Лекторий Достоевский по ссылке в описании. Переходите и подписывайтесь. Конечно же, пишите, что вы от Зайцевского. Этот человек был уже известен в Крыму среди татар как автор стихотворения «Ант Эд Кемен» — крымско-татарского национального гимна впоследствии. Творческий псевдоним у него был Челеби Челебиев. Извран на свой пост он был заочно. Шла Первая империалистическая война, как бы, и он был на фронте. Высшее юридическое и богословское образование он получил, кстати, в Стамбульском университете. Там же, в Османской империи, он в разные года был руководителем Общества молодых татарских писателей, Общества крымско-татарской участищей молодежи и, что более интересно, руководителем организации «Родина». Эта организация выступала за создание независимого крымско-татарского государства. Также заочно на пост, очень важный для Крыма, пост главы внешних и военных дел, избрали другого 28-летнего юриста и офицера фронтовика — Джафера Сайдамета. Он с Наманом познакомился именно по членству в Родине. Светская интеллигенция сконцентрировала в своих руках главные общественно-политические и религиозные рычаги влияния на соотечественников, фактически отстранив от общественной арены традиционную крымско-татарскую знать, которая до этого была лояльной имперской власти. Мусысполком поначалу не собирался становиться чисто властным органом. Как объяснял его секретарь Али Абдуфериевич Баданинский, главной задачей было неукоснительное стремление к организации демократических татарских масс, стремление к внедрению среди них сознательного и преданного отношения к идеям общероссийской, и в частности Крымско-татарской революции, стремление стать во всех проявлениях татарской жизни центром, не директивным и руководящим, а регулирующим и контролирующим. Ведущими печатными органами мусысполкома стали газеты «Милет» и русскоязычная, но политически более радикальная «Голос Татар». Название ничего не напоминает? Временное правительство было вынуждено признать мусысполком как орган национально-культурной автономии крымских татаров, фактически в сферу его ведения в течение нескольких месяцев переходят все крымско-татарские дела политическая деятельность, культура, экономика, религия и самое главное – налоги. Исполком имел во всех уездных городах подчиненные местные мусульманские комитеты, а в селах – уполномоченных и сельские комитеты. Фактически за несколько месяцев очень быстрыми темпами была выстроена какая-никакая, но вертикаль власти. Готовились изменения в сфере образования, выпускались газеты, предпринимались шаги по созданию крымско-татарских воинских частей, устанавливались связи с другими национальными движениями на территории бывшей Российской империи. На первом этапе крымско-татарские политики требовали только национально-культурной автономии в составе демократической России. Но уже в июле 1917 года была создана первая крымско-татарская политическая партия – Мелиферка. Национальная партия. В ней стандарты вскоре оформилось в два течения – сторонники автономии Крыма, преимущественно сторонники социалистической идеологии, и сторонники восстановления независимого крымско-татарского государства, которое в свое время существовало на полуострове на протяжении трех с половиной веков. Программа партии предусматривала созыв и проозглашение в Крыму народной республики. Мусосполком стал подчинять себе части на фронте, в которых служили преимущественно крымские татары. Он сформировал в Симферополе крымско-татарский батальон и добился возвращения с фронта в Крым нескольких татарских воинских частей. За эти действия наманчили Беджихан, летом 1917 года был арестован Временным правительством. Однако вскоре его вынуждены были освободить, так как крымские татары выразили протест в защиту своего лидера, скрепив его пятью тысячами подписей и неназванной суммой денег. События осени 1917 года обусловили, что идея развития демократической федерации начала терять свою привлекательность для большинства национальных движений на территории бывшей Российской империи. Не стало исключением и движения крымских татаров. Да, господа, татаров, румынов, армянов, грузинов, англичанов, так правильно. 15 октября съезд представителей крымско-татарских организаций принял созыв Курултая, то есть Крымско-татарского парламента. Он станет высшим национальным органом власти и, соответственно, решит вопрос автономии Крыма. Крултайм, так в крымском ханстве, назывался съезд, короче, Беев и Мурс, главных людей страны, который выбирал хана. От имени Центральной Рады ОНР Михаил Грушевский выразил полную поддержку стремлением крымских татаров к государственной автономии и обещал содействие свое. Дальше слов дело, разумеется, не пошло, ибо им надо было как-то свою херню как-то удерживать, то вот как-то вот надо было как-то, что в конце концов так и не получилось. Ролик на час разбор про украинские вот эти вот бутафорские государства я сделал, разобрал это все, можете глянуть. А вообще так-то никакая деятельность Крымской Народной Демократической Республики была бы невозможна без поддержки поступавшей из ОНР. Но и марионеточной в полном плане КНР все-таки не была. Крымско-татарский писатель, драматург, общественный и политический деятель левых взглядов Амет Озенбашлы говорил на съезде следующее. На флаге татарской интеллигенции, вышедшей на арену общественно-политической деятельности, красуется прежде всего лозунг «Самоопределение народностей», в борьбе за достижение которого татарская интеллигенция, татарская демократия, не может и не должна становиться ни перед какими жертвами. Пусть мы бедны великими поэтами, писателями, видными общественными и политическими деятелями. Мы находим компенсацию в другом, в едином духе, единой воле народа, пробуждение национального самосознания. Вот сила, которая и ободряет, и окрыляет нас в нашей борьбе. Выборы в Курултай состоялись 17 ноября 1917 года, в пяти избирательных округах Крыма. Согласно закону о выборах, принятому с исполкомом тут же сразу быстренько, право голоса имели мужчины и женщины, которым на день выборов исполнилось 20 лет. Были избраны 76 депутатов, из них четверо женщин. Говорят. Внезапненько тогда, речь идет о первом из исламских народов, сделавшем, как-то предоставившем избирательное право женщинам. До сих пор эти права женщины не имеют в ряде мусульманских государствий. Да и вообще, в такой стране, как США, женщины получили полное избирательное право только в 1920 году. Накануне созыва Курултая мусульсполком выступил с названием «О власти в Крыму», в котором заявил, что берет на себя инициативу создания автономии без гегемонии какой-то народности над другой и под лозунгом «Крым для крымчан». При парадоксальном превосходстве крымских татаров во всем. Ну, стандартная хня, говорим одно, а на деле совсем другое. Заседания Курултая начались 8 декабря в 14 часов в зале суда ханского дворца в Бахчисарае. Главой Курултая был избран один из лидеров партии Милли Ферка, писатель, литературный критик, публицист и педагог Асан Сабри Айвазов. А 13 декабря Курултай провозгласил Крымскую народную демократическую в скобках республику со столицы в Бахчисарае. И это действительно была первая в мире Тюркская республика. Для примера, Турецкая республика была провозглашена шестью годами позже. Работали депутаты, ну, так себе, ну, что-то да и да. 14 декабря, например, Курултай утвердил символику Крымской народной республики и принял Крымско-татарские основные законы. Собственно, первую конституцию Крыма. Она предусматривала реализацию Крымско-татарским народом, право каждого народа на национальное самоопределение и самоуправление путем создания парламента, избранного на свободных, прямых, равных выборов, тайным голосованием. Также в это время происходит ликвидация враждебного социалистического и коммунистического элементов партии. Конституция ихняя отменила звания и сословия и провозгласила равенство всех граждан независимо от их национальности или веры и равноправия женщин и мужчин. На словах так, но как на деле, да фиг его знает. Вероятно, совсем не так. 18 декабря Курултай сформировал национальное правительство, директорию, в составе пяти директоров, во главе с Наманом Челебиджиханом, который также возглавил Управление юстиции. Директорию сразу признала Центральная Рада УНР. В то же время директория осудила Агрессию ездить-колотить Советской России против УНР. Западные публицисты приписывают Крымско-татарскому государству открытие многих заведений по всему Крыму. Мол, даже еще до начала работы Курултая были открыты культурные и образовательные учреждения, средь которых Национальный татарский музей в Ханском дворце в Бахчисарае, Педагогический и Национальный художественный техникум, также в Бахчисарае, а в Симферополе Женский учительский институт. И вообще, была начата замечательная продуктивная работа, которую прервали большевики. Фактически, как вы понимаете, все эти заведения, ну, часть из них работала до КНР, а какую-то часть вообще открыли большевики. А обучаться при КНР в них можно было только крымским татарам и только мусульманам. А че большевики? Так вот, Петроградский Совнарком не признал ни Крымскую Народную Республику, ни ее директорию, так как не признавал независимости ОНР. Ибо че, совсем хирели что ли? По его указанию, крымские большевики в ночь на 16 декабря вошли в Севастополь, который как бы считался частью КНР, а не весь Крым своим стали считать. Но их управленцы там даже не сильно появлялись, действуя скорее на востоке и в центре Крыма. И, от имени советской власти, создали военно-революционный комитет, под руководством которого красные отряды начали наступление на другие города полуострова. Для обороны от страшной красной чумы. Директория и совет народных представителей, объединивший все национальные общины Крыма, 19 декабря создали в Симферополе объединенный крымский штаб. В его распоряжении были два конных и один пехотный крымско-татарские полки, а также украинский полк имени Гетьмана Дорошенко. Третий крымский конный полк состоял из уроженцев Крыма всех национальностей, кроме татаров. Ну то есть из русских, греков, армянов и так далее. Уже в январе 18-го года был создан дивизион этого полка. Добровольцы полка коней приводили с собой, как говорят. В начале 18-го года были сформированы также греческий батальон, еврейские отряды, армянские и польские роты. В крымских войсках служили также французские военные, а именно авиаторы. Отряды эти общим количеством были около тысячи человек. Фоток нет, да и информация крайне скудна, и приходится все это по крупицам собирать, поэтому эта цифра, возможно, и не верна совсем. По инициативе Чилибиджихана 10-го января 18-го года Курултай создал специальную комиссию, которая вела переговоры с большевиками о прекращении вооруженного конфликта в Крыму. Но она ничего не добилась, ибо условия со стороны крымчан были односторонними. За январь все вышеуказанные отряды сражались, разумеется, против большевиков и анархистов еще, которые были лучше вооружены и намного превосходили их численно. Большевики. Наман Чилибиджихан на очередной встрече о прекращении боевых действий во время переговоров в Симферополе был арестован, перевезен самолетом в тюрьму в Севастополе, а там 23 февраля расстрелян, а его тело предположительно было выброшено в Черное море. С кем он вел переговоры, загадка. Я вообще никакой информации здесь не нашел. Зато в пропагандистском, украинском и сепаратистском, крымско-татарском, также украинском дерьме знатно покопался. И все равно ничего не нашел. Пытаясь взять под свой контроль весь полуостров, по новому стилю 24 января 2018 года, правительство направило подчиненные ему войска на Севастополь, которые в ходе боев 25-26 января с большевиками потерпели сокрушительное поражение. На агрессию большевики в конце января 2018 ответили возвращением почти всего Крыма, объявили о распуске этого курултая и советы народных представителей вдобавок. В Ялте, Феодосии и в Патории, где тогда жили многие крымские татары, развернулась охота на сепаратистов и ликвидация отдых. 27 января при поддержке севастопольского отряда красногвардейцев и моряков Черноморского флота, татарские формирования были выбиты и из Симферополя. Джеффер Саидомет бежал в Турцию. Таврический центральный исполнительный комитет, избранный на первом учредительном съезде Советов Ревкомов и земельных комитетов Таврической губернии, проходил в Симферополе 7-10 марта 2018 года, объявил своими декретами от 19 и 21 марта о создании Социалистической Советской Республики Тавриды, де-юре независимого де-факто в составе РСФСР. Председателем ее стал член боевых большевистских организаций Жан-Аугустович Миллер. В апреле же ССРТ, а конкретно 30-го числа, пала под ударами запорожского корпуса армии ОНР под командованием Петра Федоровича Болбачана, к которому присоединились крымско-татарские повстанцы. На время тогда была возобновлена деятельность Курулта и директории, но быстро угасла. Власть перешла к оккупационным властям, а немного позднее к лояльному немцам крымскому краевому правительству Матвея Александровича Сульгевича. Белорусского татарина, кстати. И в прошлом крайне недолго члена Курултая. Но это уже совсем другая история. А пока что ж, вот так вот коротенько. Информации про это гособразование, государство, для этого есть отдельный термин у меня здесь, не так-то и много. Что есть, вот как-то я это все скомпилировал, собрал, то есть и высказал вам. Так что так, не забывайте про то, что у меня есть Бусти, где вы можете поддержать меня. Там еще ВК и Телеграм в описании, ссылки. Предлагайте свои идеи. Огромной вам удачи и пока. Субтитры создавал DimaTorzok